Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Всех с наступающим Новым годом! Это первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина, я вас с радостью приветствую и с невероятным счастьем заявляю о том, что сегодня у нас самый, наверное, долгожданный, потрясающий, необычный выпуск программы, потому что это финал конкурса «Мисс Ликви Молли». Но обо всем поподробнее. Сначала хочу вам представить симпатичного молодого человека. Хорошо, да, хотела сказать, другого человека. Друзья, Максим Колесников сегодня принимает участие. Для тех, кто нас не смотрит, а слушает, скажу сразу, что Максим в костюме. Ты, кстати, кто, Максим? Дед Мороз или Юля Ниссон? Юля Ниссон и по этому поводу «Тююль о гот нюд ор», друзья мои. Что переводит с норвежского, насколько я понимаю, значит «С Новым годом». С Новым годом, абсолютно верно, да. С Новым годом. Представляй скорее нашу гость. Представляю скорее. Марина Зубко, руководитель проектов Совета по туризму Норвегии при посольстве Норвегии. Марина, здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас видеть. Очень рада. Сегодня у Марины ответственная миссия. Особенная миссия, да. Особенная миссия, да. Чуть позже поподробнее. Сначала хочу, чтобы мы с тобой, Максим, вкратце рассказали о конкурсе «Мисс Ликви Молли». Да. Надо сказать, что конкурс проводился телерадиоканалом «Страна АФМ» вместе с компанией «Ликви Молли» и «Визит Норвегии». В течение трех месяцев самые замечательные девушки нашей страны присылали свои фотографии, публиковали их в социальных сетях, в Инстаграм и ВКонтакте. И ставили хэштеги «Мисс Ликви Молли», «Страна АФМ», «Визит Норвегии». Мы после этого публиковали фотографии на нашем сайте, ну а дальше уже поклонники голосовали за этих прекрасных барышек. Каждые две недели Советного туризма Норвегии вручал очки виртуальной реальности наших красавицам. И с помощью этих очков, если скачать специальные приложения, можно было наблюдать виды Норвегии, смотреть всякое кино и играть даже в игры. И у нас целых шесть девушек, шесть наших красавиц получили этот замечательнейший подарок от «Визит Норвегии». О подарочках расскажем, что же получат сегодняшние победительницы, которые, надо сказать, обязательно появятся в студии телерадиоканала. «Страна АФМ». Друзья, итак, значит, второе и третье место. Девушки, которые заняли эти места, получат потрясающий набор автокосметики «Ликви Молли». А «Мисс Ликви Молли» получат такой же потрясающий набор. И, Мариночка, что? Конечно же, поездку в Норвегию. Вот так вот, понятно. Ах, какая красота. Ну, хочется, конечно, сказать всем, кто принимал участие в этом конкурсе, что все невероятные умницы и настоящие красотки. Правда, Марина? Конечно, безусловно. И понятное дело, что каждая достойна этого громкого звания «Мисс Ликви Молли». Каждая, конечно, достойна поездки в Норвегию. Это совершенно не обсуждается даже. Но конкурс есть конкурс, и поэтому, конечно, победитель. Конечно, победитель тоже быть один, да. Конечно, но мы в любом случае всех наших участников считаем самыми красивыми, самыми лучшими, и желаем им всяческих успехов и любви вам, женщины. Мы сейчас прерываемся совсем ненадолго, друзья, после чего подробненько поговорим с Мариной, узнаем все подробности главного приза конкурса «Мисс Ликви Молли». Это финал самого лучшего конкурса в России, в стране. Самого лучшего конкурса в стране. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Лучшее в стране. Друзья, продолжается программа лучшего в стране. Это финал конкурса «Мисс Ликви Молли». В студии нахожусь я Александра Хайрулина, Максим Колесников, дорогой. Друзья, очень скоро мы с вами увидим победительность нашего конкурса. Не только увидим, конечно, но и поздравим их дружно. Но прежде мы за подробностями о главном подарке. Обратимся к Марине Зубко, руководителю проектов «Визит Норвей». Марина, еще раз здравствуйте. Марина, что же за поездка ждет победительница конкурса «Мисс Ликви Молли»? В преддверии Нового года было бы странно говорить о чем-то другом, а не о снеге, о празднике, о каком-то... Тем более, в преддверии Нового года, вот московского... Московского, с отсутствием полным снега, вот мы у нас, да, серая, унылая погода. И прогнозы неутешительные, синоптиков. Неутешительные, да. Вряд ли какие-то будут глобальные изменения, поэтому, конечно, мы дарим снег. А снег мы дарим вместе с Норвегией. Это будет прекрасное путешествие для нашей победительницы, которая поедет на целых шесть дней в Норвегию и будет там кататься на самом главном горнолыжном курорте страны. Этот горнолыжный курорт называется «Трюсель». И, в общем, конечно, она там, я думаю, проведет очень хорошее время. Море снега, сказка настоящая, норвежская, ее там ждет. Ну, это потрясающе. Я, например, никогда не была в Норвегии. И, признаюсь, честно, очень не хочу. А я, как Юлия Ниссон, там был. Я могу сказать, что это действительно сказка. Причем зимняя сказка, она настолько вот дарит ощущение праздника, ощущение Нового года, что оттуда вот есть, знаешь, такие места, из которых действительно не хочется уезжать. Из Норвегии зимней уезжать не хочется ни под каким предлогом. Судя по количеству участниц, которые приняли участие в нашем конкурсе «Мест Ликвимулия», я могу говорить о следующем. Желающих побывать в Норвегии огромное количество. Мне это очень приятно знать, надо сказать. Да, конечно, это показатель. Все они были очень красивые. У нас был очень серьезный конкурс. У нас было настоящее состязание практически. Даже не просто конкурс это было, а настоящее состязание, где наши красавицы все выкладывались на 100%. И мы вот сегодня, когда подводим итоги, мы хотим сказать им всем огромное спасибо еще раз за то, что принимали участие. Я хочу еще поговорить немножко с Мариной о Норвегии, разумеется. Ой, да. О той самой замечательной стране, куда отправится наша победительница. Есть ли люди, которые, например, сейчас еще не успели спланировать свои праздники новогодние? Я думаю, что есть же возможность кого-то оказаться в Норвегии. Без проблем. Даже те, кто, к примеру, не хочет обращаться к туроператору, кто поможет в любом случае организовать свое путешествие в Норвегии, то можно индивидуально на сайтах бронирование, забронировать себе коттедж, апартаменты, домики, все что угодно. И вы окажетесь в Норвегии без каких-либо проблем и помех. И вам будет гарантированно снежно, весело, сказочно, потому что как раз в Норвегии есть такое понятие, как снежная гарантия. Поэтому можно не переживать, ехать в Норвегию, быть абсолютно уверенными в том, что вы встанете на лыжи, сноуборд, и вам не придется кататься по лужам или траве. Там очень много снега. А если все-таки человек не умеет кататься на лыжи? Что делает человек, вот как мне, например, Юлия Нисона, не умеет. Нет проблем, Юлия Нисона мы не представляем, по-моему, без оленей. В данном случае можно не на оленях кататься, а можно кататься на собачьих упряжках. Можно выбрать более современный вид передвижения, как, к примеру, снежные скутеры на них катаются по также норвежским горнолыжным склонам, лесам и полям. Так что, конечно, много разных развлечений. Ну и городской отдых, он также остается. Очень красиво сейчас. Рождество в Норвегии. Вот эти елочные новогодние рождественские базары, которые там заслуживают внимание. И особенно скандинавское настроение. Вот именно вот это вот рождественское новогоднее настроение, от которого прямо иногда мурашки по спине идут. Мы пока с вами не знаем, с кем отправится Мислик Вимоле в путешествие в Норвегию. Но, Марина, скажите, пожалуйста, а если все-таки она отправится, например, с подругой, а не с мужчиной, не опасно ли красивым девушкам находиться в Норвегии? Что? Ну, Норвегия самая безопасная страна, об этом не надо забывать. Да, одна из самых безопасных стран мира, поэтому уж где-где в Норвегии им будет абсолютно безопасно. Но максимум, за что стоит волноваться, это что огромное количество норвежских мужчин обратит внимание на наших красавиц. Между прочим, темпераментных, как мне говорили. А вот я как раз и хотела спросить, есть какие-то особенности у норвежских мужчин, если знаете? Ну, если говорить про то, что они викинги, конечно, да, темперамент у норвежских мужчин есть, но они, как, в принципе, наши мужчины, очень часто есть заблуждение о том, что они холодные и немножко так себя ведут отстранённо. Абсолютно нет. С темпераментом, я думаю, там всё хорошо, и сойдутся и характерами, и темпераментами. Мне кажется, это лучшая вообще реклама Норвегии, которая может быть. Я-то хотел спросить про фьорды, хотел спросить про китов. Да, что огромное количество девочек уже засобиралось и полезло на сайт и смотреть так, что там в ближайшие даты свободные, какие-то есть. Да, не забыть, там визит-нору, если что посмотрите, там всё сразу узнаете. Всё, можно сразу забронировать. А на ваш взгляд, вот ваше самое любимое местечко есть какое-то в Норвегии? Вы знаете, вот раз мы поговорили уже про фьорды, немножко о них заговорили, у меня есть самое любимое место, это Гейрангерфьорд, самый популярный фьорд Норвегии. Один из самых больших фьордов, в принципе. Один из самых больших, самых живописных. И действительно, я там была несколько раз, и впечатление каждый раз, как только ты туда приезжаешь, оно всегда «Вау!» Ты вот стоишь над этим всеми природным величием, смотришь на него, и ты понимаешь, что это такая маленькая-маленькая частичка всей огромной вселенной планеты, при том, которая очень прекрасная. И в Норвегии это лучше всего заметно. То есть, я так понимаю, что Норвегия хороша не только лыжами своими, и не только вот зимним видом, то летом туда тоже можно отправиться. Конечно, Норвегия это круглогодичное, скажем так... Курорт круглогодичный, да. Да, круглогодичного назначения, поэтому, конечно, приехать можно как летом, так и зимой, но также есть и осень, и весна. И многие, между прочим, помимо лыж, помимо впечатлений городских или же природных, они едут за рыбой. Рыбачить любят очень сильно, при том русские очень часто ездят в Норвегии именно на рыбалку. Норвежский лысо. Именно он. И не только. А знаете, что я еще помню, вот прямо у меня перед глазами стоит по поводу Норвегии? Паромы. Паромы. Огромное количество паромов, живописнейшие места. Буквально на нем идти буквально несколько минут, 5-7. Но вот детское впечатление, когда ты первый раз садишься на речной трамвайчик, и ты как ребенок бежишь по борту, смотришь с одной стороны, с другой, и вот уже другой фьорд показался, а ты все еще стоишь на борту, пока тебя вот уже буквально не выгоняют. Это непередаваемо ни с чем сравнимое впечатление. Друзья, напоминаю, что это финал конкурса «Мисс Ликвимоли». И в самое ближайшее время мы с вами наконец-то познакомимся с победительницами. Обязательно оставайтесь с нами. Никуда не уходите. Дальше будет очень интересно. Лучшее в стране. Друзья, это программа «Лучшее в стране». Это финал конкурса «Ликвимоли». Александра Хайрульевна. Меня зовут Максим Колесников. У нас Марина Зубков в гостях, руководитель проектов «Визит Норвый». И мы вам обещали, что начнем знакомиться с нашими победительницами конкурса. И начнем, друзья, мы с вами знакомство со второй вице-мисс. Итак, внимание. Вторая вице-мисс конкурса «Мисс Ликвимоли». Рената Газизова. Обратите внимание на экран. Потрясающая фотография Ренаты. Вы можете ее наблюдать. Очень красивая. О ней расскажет сейчас Максим подробненько. Рената у нас мама трех-троих детей. Такая умница, правда? Двух сыновей и дочери. Имеет два высших образования. Экономическое и лингвистическое. А в настоящее время учится в медицинском колледже на медицинскую сестру, потому что давно об этом мечтала. Любит танцевать. И, между прочим, она с мужем очень любит путешествовать. Очень любит путешествовать. Проживает Рената в Санкт-Петербурге. И, к сожалению, друзья, поэтому мы просто уже не успели доставить Ренату к нам сюда в студию. Но мы, конечно, с удовольствием приветствуем ее по телефонной связи. Санкт-Петербург. Внимание. Рената. Прием. Добрый день. Привет. Ну, красавица. Поздравляем. От всей души. Спасибо вам огромное. Спасибо. Тут невероятная умница и красавица. Мы наблюдаем сейчас фотографию, которая как раз была опубликована и на нашем сайте, и в социальных сетях, и получено было большое количество голосований и голосов. Ну, расскажи нам, пожалуйста, поделись эмоциями, чувствами и ощущениями, когда ты узнала, что ты вторая вице-мисс. Если честно, до сих пор еще не осознаю этот момент. Так вот. Это, знаете, как новогодняя сказка. Что тут происходит под Новый год чаще всего? Наверное, вот именно такое ощущение, такое вот новогоднее настроение, оно еще больше появляется. Хоть все и жалуются, что нет новогоднего настроения, люди, у кого есть дети, просто поклеить снежинки на стекло. И вот это вот новогоднее настроение, которое было, оно еще больше, оно стало масштабнее от того, что вот такая вот приятная новость прямо под Новый год. Ринат, скажи, пожалуйста, ты узнала, когда о нашем конкурсе, долго думала, принимать решение или нет? Принимать участие? А что сказал муж? Муж не знал до вчерашнего дня. Даже так? То есть муж, значит, и не голосовал за тебя? Это как? Я даже никому не говорила. Я вам более того скажу, я никому знакомых не говорила, что я участвую. Слушайте, это удивительная какая-то история, правда, мне кажется, потому что первым делом что делаем? Размещаем фотографию и обзваниваем всех. Я там срочно голосую за меня, поддерживай меня. Нет, вот я до этого просто участвовала в подобных конкурсах, и мне всегда было интересно, на какой этап я выйду. И постоянно выходила на этап вот именно финишный прямой, и это вдвойне приятно сейчас осознавать, что есть еще порох в пороховниках. Ринаточка, а ведь могла бы даже своих два вуза, где уже получены высшее образование, если бы они еще учились, и все проголосовали, тогда бы точно была победительницей. Ну, расскажи нам, пожалуйста, что детки твои говорят, что супруг сказал, когда узнал, что ты не просто участвовал в конкурсе, но ты стал еще второй вице-мисс? Он на меня очень удивленно посмотрел. Он такой сдержанный, у меня человек, бывший военнослужащий, и так посмотрел, сдержанно, сказал, здорово, здорово. Но мне надо подумать. Так, раз уже пошли призовые места, первые, вторые, третьи, значит, надо как-то поближе держать свою девочку, контролировать ее в соцсетях, что она там выкладывает. Ринат, мы тебя поздравляем. Наверное, да, я у нее страшно. Спасибо огромное вам. Ты невероятно умница и красавица. Это наше абсолютно искреннее мнение. Можем точно сказать, что у нас обязательно еще будут проводиться конкурсы. Конечно. И обязательно будут еще поездки в Норвегию. Так что ты продолжай нас слушать и смотреть, пожалуйста, сделай это. Но сейчас, если хочешь, у тебя есть возможность, как и второй вице-мисс, поздравить всю страну с Новым годом, с наступающим. Спасибо вам огромное. Я, конечно же, поздравляю всю страну с Новым годом. Я очень хочу сказать большое спасибо за данный конкурс. Организаторам большое спасибо, потому что это шанс для многих девушек. Возможно, это единственный шанс для кого-то поплывать в Норвегии. То есть я очень рада за победительницу, которая будет в Норвегии. Я ее поздравляю, потому что это действительно чудо. Это волшебно. Огромное всем спасибо. Страна, с Новым годом. Вам огромное спасибо за данный конкурс. У меня вот больше не слов. Каренечка, очень трогательная речь. Настоящая речь венцами. Спасибо огромное. С Новым годом. Всей твоей семье мы искренне желаем здоровья, счастья. Я знаю, что там с этой женой красивые дети. То, что такое красивое, мы можем только такие. И плюс ко всему, давайте не забывать, что у нас для Ринаты есть особенный подарок. Александр, пожалуйста, держите. Пожалуйста, так. Ринаточка, мы, собственно, показываем всей стране, что тебе дарит компания Liquid Molly. А это очень тяжелый пакет, поверь мне, в котором большущий набор автокосметики. Есть куда использовать-то, Ринат? Конечно, есть. У меня есть моя любимица. Ну, прекрасно. Как я про вас узнала? Я очень редко езжу не в своей машине. И как-то я так устала, что села в машину к подруге. Мы с ней ехали, я услышала ваше радио. И я поняла, что я без него не могу. Боже мой. Я так вовредила, что машину я нашла сразу же 102 FM, а страна FM в Петербурге, волна. И все, теперь не расстоюсь с вами. Рината, я думаю, что после этого рассказа придется тебе какую-нибудь одну баночку оттуда или коробочку-то из подарка подруге подарить. Спасибо большое. Спасибо большое. Победа, потому что вторая вице-мисс, это звание, это победа. Это очень высокое звание. Очень почетное. Самое лучшее пожелание. С наступающим Новым Годом. Питеру привет. Большой привет. Друзья, это финал конкурса Мисс Ликвеймоля. Мы прерываемся совсем ненадолго. И после чего продолжим знакомиться с победительницами конкурса. Друзья, это программа «Лучшее в стране», и мы с вами сегодня подводим итог одного из самых лучших конкурсов в нашей стране. Это финал конкурса Мисс Ликвеймоля. Друзья, мы рады вам представить нашу первую вице-мисс конкурса. Бурно аплодируйте и, самое главное, любуйтесь неустанно. Анна Благодарова. Аня, привет. Анечка. Ну, невероятная красота. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мы тебя искренне поздравляем, потому что это победа. Это абсолютная победа. Конечно. Просто огромное количество голосов отдано за тебя. А это значит, что голосовали за тебя же не только близкие, родные, друзья. Или хотя их может быть такое количество, что их и хватило как раз. Ну, знаете, да. Все красные ситуации. У нас есть данные, что голосовала действительно вся страна. Огромное количество людей. Расскажи нам, пожалуйста, Максим, про Анечку. Анна у нас участвовала в конкурсе Мисс Студенчества. То есть это уже не первая пара. Да, между прочим, получила приз зрительских симпатий и стала Мисс Творчества. В настоящее время Анна учится на последнем курсе Технологического университета по специальности Государственное и Муниципальное управление. А вы как думали? Любит спорт и раньше работала фитнес-тренером. Бурные продолжительные аплодисменты. Аня, это все тебе. Спасибо. Анечка, скажи, пожалуйста, Государственное и Муниципальное управление, значит... Кем ты станешь? К чему нам? Чиновникам. Нам такие знакомые, нам такие очень нужные друзья. Ну, как ты себя представляешь или время покажет? Время покажет, на самом деле. Пока только учусь и что дальше будет, пока не знаю. Ну, знаешь, ведь дальше, похоже, может сложиться и прекрасная карьера, как карьера Мисс. Каким чиновником ты хочешь стать? Скажи, пожалуйста. Большим. Большим, понятно. Какой будет твой характер? Поскольку... Не знаю, я не могу сказать. Я себя не представляла чиновником, на самом деле. Но время покажет. Но если она очень любит спорт, вполне возможно, Аня будет спортивным чиновником. Let's speak from my heart. Почему быть нет? Анечка, ну расскажи нам, пожалуйста, как ты узнала о нашем конкурсе? Долго ли раздумывала, принимать участие или нет? Может быть, была какая-то группа поддержки, которая тебе говорила, Аня, давай, ты красотка, у нас самая лучшая. Да, на самом деле мне позвонили, сказали, вот проводится такой-то, такой-то конкурс, там всего лишь нужно выложить фотографию. Я говорю, да нет, ну я не буду выкладывать, и шансов на самом деле мало. Девушек очень много красивых в Москве. Каждый из нас, да, думает всегда, когда слышат какие-то заявления о конкурсах, объявлениях. Да, на самом деле очень не решалась, потому что не уверена была, что вообще пройду. И это было, знаете, одним моментом. Я просто попробовала, думаю, ну выложу фотографию. Вот. И когда мне уже позвонили, сказали, что вы увидите мисс, что я на самом деле была очень растеряна и не могла поверить до сих пор, на самом деле не могу поверить. Анечка, ну получается, что ты тоже не обращалась специально к своим однокурсникам, там, где, не знаю. У тебя вообще была группа поддержки какая-то? Кто тебя вот в этом поддерживал в эти моменты? В школе, где я училась, голосовали за меня родители. Вот, школа голосовала. Молодец. Вот, все правильно. Чиновник не попадет. Все правильно, конечно. Район-то уже свой, да, Стан? Скорее есть, да. Анечка, а между прочим, вот твоя предыдущая победа, мисс творчество, что это означает? Что ты еще и в творчестве себя хорошо проявляешь? Да, я 12 лет занималась вокалом, эстрадным пением. Он еще поет. Боже мой. Ну, так же танцевала. Но это все было в течение школы. Вот, потом поступила в университет. Вот, в принципе, и там занималась пением. Вот. И когда был как раз конкурс вместо студенчества, я на финале представляла песню Валерия Меладзе. Какую? Валера я пела. Ну, он «Салют Вера» пел, а я пела «Салют Валера». И мы так это интересно обыграли, на самом деле. Вот. И жюри, видимо, меня выбрало из творчества и поэта. Невероятная умница. Смотри, и творчество, и поют, и еще и спортом занимаются. Представляешь, а вот первый в истории России будет поющий чиновник. Хороший поющий чиновник. Творческий человек. Да, да. Ну, скажи, пожалуйста, а что касается твоей работы фитнес-тренером, как тебе удалось попасть туда? Просто начала заниматься спортом, мне это очень понравилось, и решила, почему бы не попробовать. Мне предложили, вот, и я решила попробовать себя в этой роли тренера. Мне очень-то на самом деле понравилось, и были как бы успехи, и поэтому, вот. И единственное, что я сейчас переехала в Москву, и пока я не работаю временно тренером. Но, конечно, хотела временно участвовать в конкурсе «Мисс Ликви Молли», поэтому... Да, пока. Ну, мы, Анечка, мы на самом деле очень рады с тобой познакомиться. Ты действительно невероятная красавица. Спасибо. Спасибо за это. И мне хочется пожелать тебе смелости и дальше вообще. Для всех конкурсов красоты ты должна в них обязательно принимать участие. Ну, скажи... И, поверь мне, ты будешь в них не на последних, потому что так всегда это будет твой... Я учту. Да. Было такое, что ты немножко расстроилась, что все-таки не первая? Ведь совсем небольшой отрыв. Да, и вот была бы сейчас поездка в Норвегию. Это, знаете, чуть-чуть так. Вроде, блин, еще на самом деле чуть-чуть, и вот бы я уже стала вот «Мисс Ликви Молли». Но на самом деле все девушки заслуживают этого приза. Да, абсолютно согласна. И я ответила девушку, которая выиграла первое место, заняла. На самом деле она тоже достойна этого приза. И я не расстраиваюсь. Так, я очень хочу спросить у... Да? А я хотел сказать, что у нас для первой вице-мисс же тоже есть замечательный подарок. Да, давай мы спросим у Анечки. Анечка, а есть ли... Как ты... Как это правильно спросить? Если у тебя... Если у тебя... Дедушка Мороз. Если у тебя Дедушка Мороз. Молодой человек. Любимый. Есть, да? Это мы издалека зашли, потому что мы еще хотим спросить, а есть ли у кого-нибудь из твоих знакомых, друзей, родственников автомобиль? Конечно. Прекрасно, потому что мы эти вопросы задаем. Не зря. Потому что компания Ликви Молли тебе дарит огромное количество призов в этом вот большом пакете. Сейчас мы его вам покажем. Опять невероятно тяжелый подарочный пакет, набор автомобильной косметики Ликви Молли. Вручает наш Юли... Юли Ниссон. Юли Ниссон. Анна Благодарова. Анечка, спасибо тебе. Мы тебя благодарим за твою красоту, за твою красивую фамилию. Ты невероятная умница. И, конечно, в последующих наших конкурсах будем очень ждать твоего участия. Спасибо вам. Друзья. Я езжу из твоего. Это финал конкурса «Мисс Ликви Молли». И, пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что очень скоро мы с вами познакомимся с победительницей конкурса. Лучшее в стране. Это программа «Лучшее в стране», друзья. Это финал конкурса «Мисс Ликви Молли». Внимание! Смотрите очень хорошо, внимательно, ближе к телевизорам, к гаджетам. Громче приемники, друзья, потому что мы вам представляем победительницу нашего конкурса. Итак, «Мисс Ликви Молли». Арина Дёмина. Российская Федерация. Потрясающе, Ариночка, добрый день. Поздравляю. Арина, привет. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Вся страна. Вот она, красавица, за которую проголосовало наибольшее количество людей, компетентное жюри. Там свое еще решение выносило. В общем, ты большая умница. Вкратце сейчас вот Максим у нас сегодня биографом выступает. Он сейчас расскажет о тебе. Арина Дёмина в прошлом году закончила юридическую академию. Ох, какие у нас красавицы. Да, между прочим, по специальности Арина, понятное дело, юрист. По второй специальности она переводчик с немецкого языка. Очень любит немецкий язык и считает его изучение своим хобби. Арина часто ездит в Германию и была в Норвегии. И самое главное, что Арина умеет кататься на горных лыжах. Ну вот так вот коротко о нашей победительнице. Арина, ну мы, конечно, хотим гордко попросить тебя рассказать о том, как ты узнала о нашем конкурсе, как ты приняла решение, далось ли тебе тяжело это решение или, может быть, легко, без сомнений, ну и так далее. Расскажи, пожалуйста. Ну, к Норвегии у меня есть свой определенный интерес из-за ее красот. И я подписана на страничку в Фейсбуке на Визит Норвей, поэтому я ее узнала. Какая удивительная новогодняя история. Вот они, переглядение соцсетей. Вот так. Вот. Решение далось моментально. Подумал, почему нет. Никогда не считал себя какой-то левый, чтобы избегать таких конкурсов. Понятно. Ну, так, хорошо. Тут же выбрала фотографию. Да, фотографию выбрала. Специально не делала? Вы выбрала из того, что... Нет, это из своего мобильного телефона. Да, это из старых запасов. У тебя была группа поддержки? У тебя была? Потому что Анны весь район поддерживала. У меня район не поддерживала. Но на работе, да, знали о том, что я участвую. Что они сказали? Они уже знают, что ты победила? Не все, но... А те, кто знают, что сказал? Что не сомневались в победе. Это правильно. Мы тоже не сомневались, что вы все победите. То есть все твои друзья и знакомые смотрели и говорили, ну, там не... Кто там? Ты видела их вообще? Да. Да, примерно так и было. Вот понимаете, как надо правильно настраивать себя, да? И чтобы окружающие себя настраивали. И знакомых, да, и знакомых, плюс ко всему надо тоже настраивать. Так, хорошо, Ариночка, ну дальше-то какие планы получаются? Вот уже мисс Ликви Молли. Дальше что? Мисс Вселенная. На Москву сначала надо выйти. На Москву сначала? Да. Потом на Германию, потом на Норвегию, а потом все дальше и дальше, я так понимаю. Правильно? Конечно, да. Но на лыжах ты давно катаешься? На лыжах нет, не так давно. Но хочу развивать себя в этом направлении. Закрепить навыки. Да, закрепить мастерство. И лучшего места, чем Норвегия, тебе точно не найти. Да, я сейчас как раз еще на Камчатку еду, и там-то я полирну. Какая насыщенная у нашей мисс Ликви Молли жизнь. У нас в Камчатке поедет сразу в Норвегию. Скажи, пожалуйста, ты, ну если секрет, то можешь не говорить? Ты поедешь с кем? Потому что путевочка, это на двоих? С мамой. С мамой. Вот, поэтому я как раз поинтересовалась у Марины. Там замечательные мужчины, говорят в Норвегии. Потрясающие мужчины. Очень импозантные. И правильно, что с мамой, потому что мама в данном случае, конечно, сделает правильный выбор и совет. Плохой, да. Мама катается на лыжах. Мама нет, это будет ее первый раз. И маму поставим на лыжах. Слушай, ну чудесно. Мы, во-первых, будем ждать огромного количества фотографий с места событий. Пожалуйста, радуй нас красотами и спортивными достижениями. Мы тебя искренне поздравляем. Сейчас Максим, наш Юлинис. Юлинис, почетный Юлинис Российской Федерации. Он вручит тебе подарок. Потрясающий подарок сначала. Конечно, от компании Ликви Молли. Кстати, минуточку, есть ли куда применить? Есть. Отлично. Все, я встаю. Друзья, аплодируем и поздравляем наша мисс Ликви Молли Арина Демина. Именно вот этот вот тяжеленнейший, красивейший набор, пакет. В общем, я думаю, что там хватит надолго. Ну и теперь, конечно, то, ради чего огромное количество девушек нашей страны и принимало участие в конкурсе мисс Ликви Молли. Марина Зубкова, руководитель проектов Visit Norway, торжественно поздравляет победительницу. Поздравляет и вручает. Мы тебя поздравляем и дарим тебе путешествие, тебе и твоей маме. Как раз мы надеемся, что ты не только отполируешь свои знания, но и подаришь новые знания, умения своей маме. Пожалуйста, приезжайте в Норвегию. Мы вас там ждем и будем рады встрече. Спасибо большое. Поздравляем. От всей души поздравляем. Мы сейчас будем поцеловать Юлинис. Поцеловать победительницу. Ручка. Молодец. Поздравляю. Друзья, ну это потрясающий праздник, который, конкурс, который, к сожалению, завершился. Мы, конечно, обязательно обещаем вам и телерадиоканал Страна ФМ, и Visit Norway, мы обещаем вам, что что-нибудь еще уж такое. Еще увидимся. Да, еще не увидимся ни раз. А значит, будут призы, замечательные подарки, хорошее настроение и еще море, море красоты. Спасибо большое всем, еще раз хочется сказать, участницам конкурса «Мисс Лекли Моле». Вы все красавицы, абсолютно. Спасибо всем, кто голосовал за наших победительниц, потому что они действительно самые настоящие красотки. Да, вот у нас вторая вице-мисс Рината Газизова, мы с ней были сегодня на связи. Рината проживает в Санкт-Петербурге. Анна Благодарова, первая вице-мисс. И мисс Лекли Моле, Арина Демина. Девочки, мы вас искренне поздравляем от всей души. Марина Зубко, руководитель проектов Visit Norway. Ну, сейчас я предлагаю нам всем поздравить, каждому по очереди, наверное, с Новым годом. Давайте начнем с наших девушек прекрасных. Начините же, Максим. Девушки, я вам предлагаю поздравить всех, кого бы вы хотели поздравить. Вот прямо у вас есть время эфирное, оно все ваше. Говорите все, что вам в голову сейчас приходит. Ну, давай с Анечки начнем. Давай, Анечка, давай, Анечка, давай. Новогоднее поздравление от первой вице-мисс конкурса «Мисс Лекли Моле». «Мисс Лекли Моле». Анна Благодарова. Прошу вас, Анна. Я в первую очередь хочу поблагодарить тех, кто за меня голосовал. Я на самом деле счастлива, что оказалась сегодня здесь. Это хороший преновогодний подарок. Я хочу поздравить всю страну с наступающим Новым годом. Пусть вам этот год принесет много побед, любви и счастья. Пусть в каждом вашем сердечке будет много любви. Это самое счастливое, что у вас может быть. Любите своих родных и не забывайте их. Какая прелесть. Спасибо. С Новым годом. Друзья, «Мисс Лекли Моле» Арина Демина. С новогодним обращением. В первую очередь хочу пожелать всем, чтобы они верили в чудо и выиграли когда-нибудь то, что хотели. На самом деле, мой... Ах. Думаю. Настоящая речь «Мисс Лекли Моле». Дай мне салфеток. Мне. Первый приз. И вот буквально в понедельник, когда я об этом узнала, утром я еще говорила о том, что никогда в жизни ничего не выигрывала. Действительно, на работе коллегам говорила. И мне более старшая наставница говорит, ну ты жди, ты точно когда-нибудь выиграешь. И прям буквально... И никогда-нибудь, а случилось прямо через несколько дней. Да, и честно, вот верьте, сбудется. Спасибо тебе большое. Это правда. Спасибо. Если вы во что-то верите, оно обязательно сбудется. Твою искренность, красоту, спасибо. Арина, большое тебе спасибо. С Новым годом. Ну и, друзья, конечно, Марину Зубко. Мы не можем, Мариночке, тоже не попросить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С Новым годом, друзья. С Новым годом, друзья. С Новым годом, друзья. Спасибо всем. Спасибо огромное. Ну что же. Максим Колесников, Александр Хайрулина. Финал конкурса «Мисс Ликви Моли». Ну смотрите и слушайте «Страна ФМ», потому что у нас огромное количество еще шикарных акций и конкурсов. Увидимся. Пока. Лучшие в стране на телерадиоканале «Страна ФМ».